На акциях 9 мая в Украине в первую половину дня задержано 45 человек. Их подозревают в нарушении общественного порядка, нанесении телесных повреждений и использовании запрещенной символики. Среди пострадавших – 8 сотрудников МВД. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. По его словам, столкновения были зафиксированы в Одессе, Запорожье, Днепре и Киеве. Яровой добавил, что к охране правопорядка 9 мая в Украине привлечены 30 тысяч сотрудников полиции и национальной гвардии. В массовых акциях приняли участие 50 тысяч человек. Украинские танкисты приняли участие в соревнованиях Strong Яров Tank Challenge 2017. В первый день соревнований четыре наших экипажа выполняли одно из самых тяжелых и зрелищных соревнований – боевая стрельба взвода в наступлении. Украинские танкисты по итогам выполнения задания показали хороший результат. Судьи НАТО ставили оценки по двум критериям – точность огня и тактическое действие экипажей машин. При этом конкретное количество баллов будет озвучено только в конце соревнований. По предварительным данным, украинские экипажи поразили большинство целей. Евросоюз обсудит с Мексикой, как расширить зону свободной торговли между сторонами. Перед началом переговоров в Мехико с визитом приехал еврокомиссар по торговле Сесириа Мальмстрем. Она встретилась с мексиканским министром экономики. Торговые отношения с Мексикой у нас длятся уже много лет, независимо от того, кто выседает в Вашингтоне. Конечно, сейчас некоторые сомневаются в преимуществах свободной торговли. Но мы ее поддерживаем и готовы к ней. Мы хотим строить мосты, а не стены. В последние три года Евросоюз вел переговоры с США о создании трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Однако при новом президенте Дональде Трампе диалог был приостановлен. Теперь Евросоюз стремится быстрее расширить торговлю с Мексикой. Ранее президент США сказал, что необходимо пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле его страны с Канадой и Мексикой. То есть пошлины могут возрасти. Трамп также не исключил возможности выхода из соглашения. На фоне этого Мексика также возлагает надежды на переговоры с ЕС. «Мексика будет и дальше идти вперед. Сегодня наша стратегия заключается в том, чтобы увеличить экспорт. Наша экономика в этом нуждается». Евросоюз – третий по величине торговый партнер Мексики после США и Китая. Новое соглашение поможет Мексике в больших объемах поставлять говядину, бананы и сахар. Евросоюз, свою очередь, увеличит экспорт молочной продукции. У юго-восточного побережья ЮАР началась миграция сардины. Рыба плывет на север. Такое завораживающее природное явление наблюдается с апреля по июль. И у него есть свои границы. Сардины растягиваются приблизительно на 7 километров. Ширина рыбного потока – 2 километра. Высота – около 30 метров. Каждый год сюда приезжают дайверы, ведь под водой разворачивается настоящее представление. Сардина привлекает много хищников. Например, этим любителям дайвинга на сардину указали птицы-олуши. «Поесть приплывают пингвины, киты, акулы и другие животные. Просто феноменально. Сначала мы смотрим, куда плывут олуши. Затем мы видим африканских пингвинов. Это хороший знак. Мы ныряем туда, а под водой – настоящий ажиотаж». Аквалангисты говорят, такая концентрация морских хищников – уникальное зрелище. «Все происходит очень быстро. Даже не знаешь, куда направлять камеру. Под водой происходит очень много интересного. У Порта Элизабет могут быть пингвины, акулы, полосатики брайда, горбатые киты. Просто не знаешь, кого там ожидать». Ученые пока не разгадали причину массовой миграции. Они постоянно делают новые открытия. Например, недавно выяснили, что в стаях есть не только молодняк, но и взрослая рыба. Сардина покидает богатую питательными веществами холодную воду западного побережья Южной Африки и направляется к восточному побережью. По мнению морского биолога Надей Стрейдом, рыба пытается размножаться на большие территории. «В последнее время мы начали собирать больше информации. Сейчас мы понимаем, что рыба откладывает икру в пути. Возможно, это процесс адаптации». Согласно исследованиям, нерест в более тёплой воде даёт молодой сардине возможность развиваться быстрее, чем в холодных водах, из которых она мигрирует.